добрый день сегодня мы с вами начнем рассматривать такую интересную тему как магнетизм и электромагнетизм магнетизмом называется способность некоторых тел притягивает к себе стальные предметы сначала рассмотрим такой раздел как постоянные магниты каждый из нас видел постоянные магниты они могут быть разнообразной формы но чаще всего встречаются полосовые и дугообразные виде подковы как показано на рисунке он имеет два полюса вокруг которых существует магнитное поле если магнит разрезать пополам то его части также будут иметь по два полюса и насколько бы частей не был разделен магнит каждая его часть всегда будет иметь два полюса по концам и никогда нельзя получить магнит с одним полюсом если поднести магниты друг другу разными полюсами а потом одноименными то можно установить что магнитные полюса взаимодействуют также как и электрические заряды между собой то есть разноименные притягиваются одноименные отталкиваются как это показано на рисунке эти силы притяжения и отталкивания показывают наличие магнитного поля вокруг полюсов при удалении от магнита эти силы ослабевают линии магнитного поля замкнутые они выходят из северного полюса магнита а входит в южный полюс магнитное поле невидимо но его существование можно определить если насыпать на лист картона железные опилки и под него положить магнит железные опилки как маленькие магнитики займут определенные положения по направлению магнитных силовых линий полюсов магнита как показано на рисунке слева на этом рисунке видно что в середине магнита результирующие силовое поле будет минимальная и в определенной точке будет равно нулю на самом то деле конечно магнитном поле никаких линий нет но они помогают изобразить это поле графически при этом принято считать что эти линии идут снаружи магнита по направлению от северного полюса к южному полюсу а внутри магнита от южного полюса к северному как показано на рисунке справа то есть силовые магнитные линии всегда будут замкнуты как показывают опыты магнитное поле действует не только через воздух но и через другие диэлектрические материалы например стекло картон бумагу и так далее и только материалы стали сильно ослабляют действие магнитов находясь возле магнита стальные предметы намагничиваются и становятся сами магнитными если применяются предметы из твердой то есть закаленной стали то недолго сохраняют магнитные свойства и ими можно пользоваться как постоянными магнитами мягкая же сталь становится магнитной только на время намагничивания при удалении от магнита она теряет магнитные свойства как же происходит намагничивание из теории известно что каждое вещество состоит из атомов которых вокруг киндра вращаются электроны создавая элементарный проводник с током кольцевой формы кольцевой ток этот кольцевой ток создает свое магнитное поле показанное на рисунке маленькими стрелками выходящими из кольцевого тока с магнитами полюсами когда тело не намагничено кольцевые токи не создают результирующего магнитного поля так как электроны хаотично вращаются в разные стороны их магнитные поля взаимно уничтожаются как показано на рисунке а если допустим мягкую сталь поместить магнитное поле магнита то кольцевые токи под действием магнитного поля будут разворачиваться и располагаться своими торцами перпендикулярно к его силовым линиям создавая общее результирующее поле как показано на рисунке b это поле и образует из стали магнит по окончанию действия внешнего магнитного поля кольцевые токи снова вернуться беспорядочное вращение и мягкая сталь размагнитится в твердой то есть закаленной стали элементарным кольцевым током трудно возвращаться к беспорядочному вращению и поэтому в такой стали долго сохраняются магнитные свойства чтобы определить полюса магнита нужно подвесить магнит на нитке за его середину и он повернется так что одним своим полюсом будет указывать на юг а другим на север так как наша земля тоже является большим магнитом со своими магнитными полюсами на северном географическом полюсе находится южный магнитный полюс а на южном географическом полюсе северный магнитный полюс. Так как магниты притягиваются противоположными полюсами, значит северный полюс магнита будет указывать на северный географический полюс, а южный полюс магнита на южный географический полюс. Полюса магнита так и принято называть северный и южный полюса. В устройстве магнитного компаса используется именно это свойство, Только вместо магнита используется легкая намагниченная стрелка. А сейчас рассмотрим магнитное поле тока. Раньше наука рассматривала явление магнетизма, связанное только с постоянными магнитами. Но в 19 веке ученые доказали связь магнетизма и электричества. Доказательством этой связи будет опыт с катушкой с металлическим сердечником, подключенной к источнику питания на рисунке слева. При подаче напряжения на катушку, сердечник намагничивается и становится электромагнитом, который притягивает металлическую стружку. Когда выключается источник тока, сердечник теряет свои магнитные свойства. Так каким образом электрический ток намагничивает металлический сердечник? Видимо, вокруг проводов катушки создается магнитное поле, которое и намагничивает сердечник. А вот на рисунке справа показан промышленный электромагнит. Проверим наличие магнитного поля у прямолинейного проводника, поместив магнитную стрелку под проводом, по которому проходит ток. При изменении направления тока, стрелка будет уклоняться в ту или иную сторону и стоять под углом к проводнику, который меняется от величины тока в проводе. Чем больше ток в проводнике, тем на больший угол поворачивается стрелка. При определенном электрическом токе магнитная стрелка установится перпендикулярно проводу и будет находиться в таком положении даже при ее движении вдоль проводника. Это значит, что вдоль всего проводника присутствует магнитное поле, на которое и реагирует намагниченная стрелка. Впервые такой опыт проделал датский ученый-физик, исследователь явлений электромагнетизма Ханс Кринсиан Эрстетт, живший с 1777 по 1851 год. Он взял магнитную стрелку и поставил ее параллельно проводнику, по уровню ниже, чем проводник. Затем по проводнику пустил электрический ток и стрелка отклонилась на 90 градусов от первоначального положения. Исходя из этого опыта, Эрстетт установил, что магнитное поле порождается электрическим током, то есть движущимися электрическими зарядами. Чтобы увидеть магнитное поле проводника, пропустим провод через лиц картона, на котором рассыпаны металлические опилки. При подаче тока через проводник из опилок образуются концентрические окружности, которые показывают магнитные силовые линии проводника. Если менять направление тока, будет меняться и направление силовых линий, что и показывают магнитные стрелки в магнитном поле проводника. Чтобы определить в прямолинейном проводнике направление магнитного поля, зная направление тока, пользуются правилом правого винта, то есть правилом буравчика, который гласит. Если винчивать винт в направлении движения тока в проводнике, то направление его вращения показывает направление магнитных силовых линий. На сегодня все. Продолжение будет в следующем уроке. Не забывайте заходить на мой канал. Продолжайте изучать основу радиоэлектроники. А пока до свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова